Период самоизоляции – это непростое время для каждого из нас. Любая помощь – цена в эти дни, как никогда. Поддержку в это время оказывает не только государство, но и неравнодушные сограждане. Так, небезразличные к проблемам людей-махачкалинцы организовали благотворительную акцию. В благом деле активистов сопровождала и наша съемочная бригада. Зумруд Гамидова продолжит тему. Пожилые, многодетные, потерявшие работу и заработок семьи. К сожалению, далеко не для всех сегодня предусмотрена помощь от государства. И в этом случае подключаются неравнодушные дагестанцы. Акция о помощи началась через соцсети. Группа этих молодых людей попросила единомышленников и всех, кто имеет такую возможность, собрать денежные средства, чтобы обеспечить малоимущих необходимыми продуктами. Есть очень остро нуждающиеся люди. Иной раз заходишь, даже цепляет за душу. Всего за пару дней активисты оказали помощь более чем в 500 семьям. Выражаю благодарность инициативной группе поселок Новокихулай за предоставленные продукты в такой месяц Рамазан, в тяжелой ситуации. Спасибо огромное, дала вам здоровья. В продуктовый набор входит 5 килограмм мяса, куры, 5 килограммовые мешки сахара, муки, а также масла и чай. Продукты доставляли нуждающимся на дом. Мы смотрели другие фонды, в основном стояли крупы, рис. И мы подумали, что в этом положении у большинства людей уже, наверное, скопилось и крупа, и рис, и мука, и гречка. И мы решили дополнить это мясом. Почему мясо – это один из необходимых продуктов для жизнедеятельности человека. И мы, аль-хамду лилля, не прогадали. На призыв помощи откликнулись многие. Одни добровольцы пожертвовали деньги, другие накормились своей продукцией. Например, ребята из Какашуры отправили около тонны кур. Вот так, без громкой огласки и не требуя ничего взамен, несмотря на обстоятельства, они делают жизнь других людей чуть легче. Как таковой организации никакой нет. В группе 6-7 человек, все братья двоюродные друг к другу. Идея просто не начала поддержать дагестанцев соотечественников в это тяжелое время. Волонтеры соблюдают все необходимые предосторожности. Они обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Ведь сейчас для них главное не только обеспечить питанием нуждающихся, но и позаботиться о здоровье своих земляков. Я хочу обратиться к нашим дагестанцам, братьям мусульманам, всем, кто услышит эту запись. Помогите людям, как вы можете. Потому что в критических ситуациях проявляется искренность человека, его благонравие, его качество. Как он будет относиться к своему ближнему. Потому что завтра неизвестно, в каком положении окажемся мы сами. Что будет дальше, никто пока предсказать не может. Но чем больше людей присоединятся к движению добровольцев, тем больше шансов, что забота о тех, кому тяжелее других, станет частью повседневной, послепандемической жизни.